Вторая глава книги пророка Малахии «И помет, раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, — говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он — вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, — говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Яковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что, говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия.